Я очень доволен таким турниром представительным и здорово, что в таком мини-футбольном городе, как Тюмень, был организован такой замечательный турнир. Это предсезонный турнир, в котором мы видели сегодня очень разные матчи, накал, борьба и это здорово. Команды готовятся к новому сезону, к новым вызовам и сегодня сыграли все, но не сегодня, вообще весь турнир прошел как на одном дыхании. Все команды преследовали разные, конечно, цели, но проходных игр вообще не было, была работа профессиональная со всех сторон. Это очень важно, поэтому мы видим здесь такое представительство, такие матчи. И «Газпром», который выиграл Тюмень, весь матч вела, но те смогли ситуацию изменить и в конечном итоге по пенальти обыграли. Мы видели матч очень напряженный за третье, четвертое место, так же, как и за пятое, шестое команды играли, боролись до последнего. Поэтому здесь, я думаю, что все команды очень довольны и организация тут вообще выше всяких похвал. Ну, конечно, это неприятный момент для всех нас, это сложная ситуация. Конечно, чемпион страны уходит и не будет сегодня принимать участие в Суперлиге. Конечно, это удар по имиджу, но я думаю, будем надеяться, что это временный такой шаг. Ну, конечно, здесь стоит сказать, что, конечно, сложно, когда генеральный спонсор, который бюджет наполнял до 80% и отказался от команды, и за такой короткий промежуток в летний период сложно найти замену, поэтому здесь, ну, действительно, это такой неприятный момент. Вы знаете, здесь вопрос к португальцам, то есть все сборные, и мы так же. Мы, когда мы прилетаем, мы стараемся для наших спортсменов, чтобы логистика была как можно меньше перелетов, поэтому если добраться до Тюмени, это очень сложно, или добраться еще куда-то, или переезжать одну игру, сыграть здесь, а потом где-то там в другом месте. Поэтому здесь, уже когда начинается чемпионат, окно УЕФА дает очень короткий промежуток, и перемещаться некуда, поэтому не от нас зависит, а в Москве, но выбрана была площадка Щелково, и сыграем два матча там.